У основного закона Российской Федерации Конституции сегодня юбилей. Ровно 20 лет назад, 12 декабря 1993 года, 58% жителей нашей страны проголосовало за основной закон. Сегодня в честь этого события российская газета решила напомнить нашим гражданам и опубликовала полный текст Конституции. Рассмотрим несколько статей Конституции и спросим у людей, соблюдаются ли они. Статья Конституции номер 21. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умоления. Плохо, плохо. Я уже 23-й год живу на Урале, как приехал и живу в бараке. Сноса нет у нас и не хотят сносить пока. Все каждый год обещают снести эти бараки. Я как получается вынужденный приселенец. Документы все потеряли уже. Нету в госполкоме этих документов. То есть вы считаете таким образом нарушена ваша достоинство? Конечно. У меня отец больной. Онкологией болеет. Он сейчас у меня, я его с деревни привез. Баракин один из есть живет, знаете? Статья Конституции номер 29. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. Я не сталкиваюсь с этим, но по-моему соблюдаются. Я не сталкиваюсь с самым свободой. Ну слово-то это есть, конечно. Соблюдаются, мне кажется. К сожалению, нет. Не выполняется. Статья Конституции номер 38. Материнство и детство. Семья находится под защитой государства. Ну, я бы сказала, не совсем. Почему? Ну, потому что я считаю, что когда я, например, была беременна и родила в Сибири, я получала ежемесячно 50 рублей. Это примерно половина того, что я зарабатывала 130, да, работая. И в то же время 50 рублей ежемесячно до года получала. Это позволяло жить нормально. А сейчас? Ну, я сейчас не знаю, но в интернете пишут, что копейки какие-то. Я, правда, понятия не имею, сколько это. Ну, говорят, что мало. Вся надежда только на нас самих. На государство, как бы, я не надеюсь. С одной стороны Конституция, а с другой реальная жизнь. Найдется ли точка, в которой они пересекутся? Алексей Николаев, Влад Черноусов, Интера ТВ.